Февраль не балует теплом, он лишь его предполагает, Под ноги снега накидает, за щеки потрепать готов. Но к холодам уже привыкли, зима закалку нам дала, Но шубы носим мы пока, хотя они уж надоели. Природа все ж свое берет, день помаленечку растет, И радость закрывает нас, зима закончится сейчас. Там лением душа полна, настало время обновлений, Любить, желать и строить планы, мечты в реальность воплощать, Но полно смело так мечтать, пусть снег растает и просохнет, Мороз уйдет, и вот тогда прощайте, матушка, зима! 25 февраля, день Алексея. Назван в честь святого отца Алексея, Митрополита Московского и всей Руси чудотворца. Сегодня выносили на мороз зерно, предназначенное для посева. Такая закалка семян растений давала лучший урожай. Кстати, и вы можете семена перед посадкой вынести и поддержать, Как это рекомендовали наши предки. В старину знахари старались сегодня лечить испуг. И если человек испугался очень сильно, Исцеляли его особыми способами, Иначе он впоследствии заболеет. Для этого применяли разные магические ритуалы и загору. Примета. Туманы на Алексеев день к дождливому лету. Если сегодня вьюга, лето будет дождливым. На небе звезды к богатому урожаю. Сосульки длинные к хорошему урожаю овощей. Ручьи потекли, рыба будет хорошо ловиться. Сегодня они рекомендуют начинать новые дела, А также поездки, потому что все будет напрасно. На Алексея снятся вещи и сны. Если приснились рукавицы, жди незваного гостя. Квас возможен обмен. Орехи и семечки к мелким неприятностям. Обезьяны возможен необдуманный поступок. Доброго здоровьица, уважаемые посетители канала. Сейчас там идет видосик о том, как там сбросить лишний вес. А многие стали спрашивать, ну сбросить вроде как там понятно, А как вот набрать вес? Я в этом деле большой знаток и практик. Я менял вес до 117 килограмм у меня был во время занятий тяжелой атлетики. Сбрасывал его до где-то 75-77 килограмм. Такой был у меня даже вес. Это после того, как было 117. Сброс такой был. Вот в настоящий момент 104 килогерца. Значит, существует вот такая вот общепринятая норма, что вес человека должен быть таким. Минус 100 от роста. Ну, допустим, если у меня рост где-то метр восемьдесят, там пять. Может, там чуть выше. Значит, у меня вес должен быть 85 килограмм. Вы знаете, я думаю, что это вот усредненная норма, и она так соответствует своему такому критерию. Некоторые говорят, там надо еще немножечко сбросить. То есть, это в основном вес человека, ну, в возрасте, допустим, там 20-30, ну пускай 40 лет. Дальше он может там увеличиться, может там уменьшиться, все такое. То есть, вот такие вот критерии. Я хочу вам, так как я был и в том весе, и в другом весе, сказать следующее. Опять-таки, существуют у каждого человека особенности собственной индивидуальной конституции, которые, знаете, вот вам вес и телосложение ваше, они даются, как бы сказать, вот самые-самые первоначальные ваши параметры, которые в основном организм крепко держит. Ну, грубо говоря, грубо говоря. Вот смотрите, я беру свой случай. Вот я раскачался, то есть я целенаправленно занимался, я целенаправленно занимался, вот для того, чтобы увеличить вес. Теперь сразу переходим к теме. Для того, чтобы увеличить вес, что я делал? Смотрите, некоторые думают, что просто-напросто увеличив потребление пищи, и в некоторых случаях это работает. Вы тем самым увеличиваете свой вес, там, ну, на 5-10 килограмм, некоторые могут даже больше. Но, опять-таки, здесь уже играет особенность индивидуальной конституции. Склонна она у вас к набору веса или не склонна? Если склонна, значит, будете набирать. Но! Теперь вернемся к качеству веса. Вы хотите, естественно, набрать вес, чтобы это были мышцы, чтобы это была фигура, в конце концов. Фигура оформленная. Бивни там, допустим, там, ноги, ягодицы, и в то же время талия у вас должна быть, так сказать, вот, плечи пошире, или там, таз пошире, а талия в любом случае поуже, и еще грудь должна быть, как у мужчины, так и у женщины, и лицо такое свеженькое. Ручки такие наполненные, чтобы, знаете, ничего не обвисало, это совершенно иная работа. Здесь одним тупым поеданием большего количества продуктов дело, как бы сказать, не ограничится. То есть, вы наберете, если вот вы будете только побольше питаться, там, жирненькая, сладкая пища, вы в основном наберете жироводка, а вы же хотите быть стройненькими, оформленными. А вот для этого, для этого, чтобы стать стройненькими, оформленными, для этого уже надо физические упражнения. То есть, для этого надо тренировать свои мышцы. Опять-таки, вернемся к началу и скажем, вот, допустим, человек для жизни, для жизни, у него имеется индивидуальная конституция и нагрузка, нагрузка повседневная, которая дает вот такую, грубо говоря, мышечную массу. Она дается, вот. Для того, чтобы мышечную массу увеличить, надо, значит, дать нагрузку. То есть, ту нагрузку, которую у вас нет в повседневной жизни. Это уже не банальная ходьба, если вы хотите прибавить от 5 до 10 килограммов мышечной массы. Я даже не беру там 20 килограмм. Я беру 5-10 килограмм мышечной массы, чтобы вы стали, так сказать, более-менее оформленными. Для этого необходимо увеличить физическую нагрузку на свой организм. И, как правило, для этого уже подходят занятия с тяжестями, которые как раз дают такую нагрузку, чтобы мышцы росли. В принципе, подойдет любая нагрузка. Ходьба, там, приседания с собственным весом, отжимания и так далее. Они дадут какой-то прирост, более-менее там оформят ваши мышцы. Но не более того. Если вы хотите 5-10, значит, раза 3, в недельку, 4, вы должны делать упражнения с отягощением. Вот. И, грубо говоря, я бы даже не сказал, что специально для этого больше есть. Но если вы будете еще и больше есть, значит, это, как бы сказать, увеличит вашу массу. То есть, я начал заниматься, когда я весил где-то 55 килограмм, по-моему, я весил. Начал заниматься, я свою массу тела, но я еще ребенком начал заниматься, 55 килограмм, я, значит, до 117. Фотографию я привожу. Там у меня талии меньше, чем здесь. А мяса больше намного. Вот. То есть, нагрузка. Упражнения какие? С тяжестями. Особенно хорошо работают. Это приседания. Это становая тяга. Это наклоны с штангой на плечах. Это жим лежа. Ну, в принципе, вот эти основные такие упражнения, которые нагружают главные мышечные группы. И у вас дело пойдет. Значит, вот как раз современный бодибирдинг. Бодибирдинг, он в этом деле преуспел. Они раскачивают массу тела там, причем мышечную массу тела, килограмм на 30, на 50. Больше, чем им она требуется в обычной жизни. И когда они прекращают заниматься, дабы, дабы, что дает, вот, как бы сказать, если вы увеличите массу, грубо говоря, мышечную, на 30 килограмм, это, естественно, нагрузка должна быть больше на организм физическое. Это, естественно, нагрузка в виде питания должна быть больше. Это, естественно, нагрузка пойдет на все, вообще на организм. То есть вы его держите в таком режиме, чтобы он был. Поэтому профессиональные бодибирдеры, как правило, когда перестают активно заниматься, у них все это улетает так, что-то там поддерживают. Для того, чтобы набрать вес, надо увеличить физическую нагрузку на организм. Я примерно сказал, как. Там вам подскажут, сколько там приседать, с каким там весом, сколько там лежа жать. Это уже так технические вещи. Главное, понять основное, на чем это основано. И поддерживать это. И этот вес надо будет с вами поддерживать, ну, грубо говоря, какие-то такие умеренные тренировки, которые вы продолжали всю оставшуюся жизнь, слегка там меняя. То есть, когда вы даете нагрузку на мышцы, они не дряхлеют. От этого вообще получают, в целом, как бы сказать, стимул. Мы-то, наши тела созданы для того, чтобы передвигаться. А мы в основном, вот как я тут, сидим. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Там на клавиатуре нажали, или еще на чем-то. Естественно, у нас мышечная масса не нужна. А, чтобы вы понимали, в чем дело. Ну, я думаю, сказал нормально. Насчет основное. Как только вы прекратите заниматься, организм опять войдет в свою конституционную норму, которая у него от природы, и плюс от той повседневной нагрузки, которую вы ему предъявляете. Вот вы никогда там вообще, знаете, 10 раз не приседаете в течение дня. Значит, он спустится до этого. Как только начнете 10 раз приседать в течение дня, вы сразу почувствуете, что это уже, о, это уже нагрузка пошла. Далее. Вы решили, об этом я уже рассказывал, ну, повторимся кратенько, сбросить вес. Опять-таки, вот я, грубо говоря, со своих там 85-ю там сбросил вес там до 75-ти. Ну, не мой-то вес. Это вес не моей индивидуальной конституции. Это все было сброшено искусственно во время голодания и так далее. Поэтому, как только я начинаю там восстанавливаться, или же вы путем применения, значит, ну, так скажем уж, сыроедения, вы сбросили свой вес, там, грубо говоря, со 100 килограммов на 80 килограммов. Вот. А потом думаете, да, что-то я стал мерзнуть, что-то мне не по себе, что-то мне некомфортно. Ну, потихонечку возвращаетесь к своему питанию. И вот, раз, возвращается к своим, грубо говоря, там 90 килограммам, которые и должны быть у вас. Это также важно понимать. Сбрасываем, то есть, мы накладываем определенную нагрузку организму должен, вернее, не должен, он стремится к своему такому нормальному, естественному состоянию. По объемам, по мышечной массе и прочее, прочее, прочее. И особенно, вот, мышечная масса зависит от того, какую нагрузку вы даете ему в течение дня. От этого он обеспечивает вас, чтобы вы могли там двигаться, мы могли что-то там делать или еще что-то там такое. Вот такие-то дела со сбросом веса, с набором веса. Я через все это дело прошел и в данном момент я перестал следить, знаете, вот за питанием, что вот то-то надо съесть. Я перестал следить особо за нагрузкой, что там ее надо там сделать. Я сейчас занимаюсь вот гравитационной гимнастикой, которая перестраивает организм совершенно по-другому. она его перестраивает на основах энергетики. Все там системы, которые там работают, ну, допустим, особенно там качание, спорт, да, они в каком-то смысле затравят энергетику, но не целенаправленно. А тут я как раз работаю над костной тканью, сухожильной тканью. Я активирую костный мозг, я активирую этот самый, свое, как бы сказать, правильно, энергетическую установку. То есть у каждого человека, так, грубо говоря, энергетическая установка, я даю на нее целенаправленную нагрузку, чтобы она больше, больше и больше была. И это привело к тому, что вот это мой вес 104 килограмма. Когда я немножко больше занимался с тяжестями, ну, буквально-таки где-то полгода назад, там, год назад, я даже весил 107 килограмм, я чувствовал, там, несколько побольше. Сейчас я как-то вот это все не хочется как-то заниматься, хотя я там и сказал, вот надо там пожать, то есть все, вот, неохота. А гравитационной занимаюсь. И уже отсутствие вот той нагрузки, которая у меня ранее была, там, раза, 3-4 раза я в неделю занимался, она пришла к тому, что вот такие, грубо говоря, объемы мышц, вот такая фигура, вот такой вес остались. И следующее, что я хотел особенно сказать, вот знаете, вот многие говорят, о, ты набрал вес, да это как тяжело, да это еще что-то там плохо для организма. Я замечу, я прекрасно себя чувствовал и при весе 117 килограмм, комфортно. я себя прекрасно чувствовал и при весе 75 килограмм, когда я уже вышел из голода, начал там кушать вот это прекрасно, легкость, там, знаете, вот такое. Я прекрасно себя чувствую сейчас, то есть, вот у вас произошел там сброс веса, и вы считаете, что не можете там его там набрать, или еще там что-то такое. Вы всегда ориентируйтесь по своему самочувствию. если вам комфортно в этом весе, вы не мерзнете, у вас полно сил, вы нормально двигаетесь, вы можете нагнуться, прогнуться и прочее, прочее, прочее. чего волноваться, ну больше, ну меньше. Он всегда вес, так сказать, колеблется, хотя бы с позиции воды. Организм больше воды держит, значит, как бы сказать, мышцы наполнены водой, и, грубо говоря, у вас вес больше будет. То есть, в 30 лет, если вы, так сказать, ничем не занимаетесь особым, то вот у вас саморасцвет будет по, как бы сказать, физической форме. Далее, потихонечку организм дряхлеет воды меньше, и у вас вес уже будет меньше. Так что, ориентируйтесь на свое собственное самочувствие. Ваше самочувствие, ваше внутреннее состояние подсказывают вам, что вы находитесь в наилучшей для вас форме. Вот это самое важное. А то, что надо больше, больше, это все усредненно. Есть такие конституционные типы, есть такие, грубо говоря, формы тела и пропорции, которые не вписываются вот в эти, знаете, в средние. Но, тем не менее, и для них это здорово, и для них это хорошо. хорошо.